Смотрите мне, пожалуйста, цену этой вашей рыбки. Какую? Ну, большая. Карпика 160 рублей. Ой, а ваши почем красивые, живые? 200-220. Это кто такой? Карпик? Карпик-то, да. Вот так вот, видали? Почище, поверьте. Это у кого-то на тебя не похожи. Вот этот, я имею в виду, что-то странно. Да, хорошо, спасибо. Вот они, живые рыбы. Какую цену ваша рыба? 200. А вот эти большие тоже? Да, и большие 200. Такие 180. Вот видите, вот это называется выбор рыбы. Вот это все. Каждый день. Вот такая рыба каждый день. Сазан 120. Ну, видите, он, конечно, зависит от величины. Цена сазана зависит от величины и от его свежести. Вообще, конечно, вот видите, как. Вот 140, видите. И вот, пожалуйста, вам еще. То есть я прошла вот по этому ряду. Вот это больше 100 метров. И все же свежая рыба. Вот видите, нам ее порезали, почистили. Все сделали. Супер. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы на кухне у моей сестры Танюшки. Танечка, привет. И хотим вам показать замечательный донской рецепт. Таня, как называется? Рыба по донскому. Рыба по донскому. Вот что для этого нужно. Я сейчас попрошу Таню, чтобы она нам все озвучила. Да, пожалуйста. Для этого нужна сама рыба. Вот мы ее уже посолили, почистили, порезали. И она здесь 20 минут у нас стояла, солилась. Чтобы рыба не разваливалась при жарке, надо выжать 20 минут соли. Теперь это картошка у нас почищенная. Мы ее порежем на кусочки. Это после. Вот это у нас помидоры. Хватит нам вполне 2 штучки. И лук уже порезанный. Ну и вот мы начинаем. Уже согрелась сковорода. Масло уже щелкает. Значит оно горячее. Нужно хватить рыбу. Вот таким образом мы рыбку в муке опаливаем и кладем ее. Все поместили на сковороду. Обжариваем теперь полминуточки. У нас с каждой стороны. Это у нас как раз одна рыбка. Один карпик. Он, наверное, с килограмм, да? Да. Чуть побольше килограмма. Вот минуточка прошла. Мы переворачиваем каждый кусочек. И обжариваем вторую сторону. Поджарили с другой стороны. Переворачиваем теперь на бочок. Поджариваем на бочок. Удаливаем немножко масла. Много масла с этого масла. И уже перевернули последний раз, да? Да. Масло мы используем вот такое подсолнечное. Это с рынка масла. С рынка подсолнечного масла. Холодного отжима. Очень душистое и вкусное. Так, вот рыба у нас обжарилась с этих сторон, да? Гриба готова. Почти готова. Ее осталось немножко потушить. Сюда мы добавляем вот такую порезанную картошку. Крупно. Вот такими кружочками. Ну, вот в той же сковороде, видите, обжариваем такие крупные кусочки картошки. Получилась картошка, обжаренная с двух сторон. Она не до конца еще готова, но мы ее потушим, когда будем все блюдо готовить. И мы снимаем ее. А сюда мы опять доливаем масло, потому что оно все впиталось. Немного масла. И жарим лук. Вот такой лук получился. Вот видите, средняя обжарка, чтобы он не сгорел. Вот такой вот, тоже полу готовности. Мы его перекладываем. Для того, чтобы обжарить помидоры. Сейчас у нас будут помидоры следующие. Ну и теперь кладем помидоры. Последняя обжарка. Тоже немножко их обжариваем. На сильном огне соберем. Ну вот, поджарился у нас помидор, томат наш. И мы его аккуратненько вот сюда перекладываем. Опять же, все идет частями. Все идет отдельно, да? И теперь мы будем собирать наше блюдо. Вниз мы положим картофель. Слышки не видно? Вот такая вот у нас подушечка. Дальше мы кладем рыбку нашу. И кладем рыбку нашу. Дальше у нас сойдут помидорчики. Мы их тоже разложим сверху, вот так. Аккуратненько. На рыбку. Ну и сверху, как вы понимаете, будет еще лучше. Вот такая красотка. Ставим на медленный огонь под крышку. И тушим 10-15 минут. Отключаем. Под крышку. Да. 10-15 минут тушим на медленном огне. Накрыли крышкой. И тушим на самом медленном огне. Ну вот, прошло 15 минут. Мы смотрим наше блюдо. Можно попробовать картошку, нам напомнить. Да, видите, она мягкая, вся готова. Блюдо наше готово. Теперь остался последний штрик. Мы посыпаем все это укропом, свеже отрезаем укропчиком. Так как это блюдо готовилось слоями, мы не будем его выкладывать никуда. Будем подавать прям вот так, на сковородке. Вот такая у нас получилась рыба по-донскому. Очень вкусное блюдо. Тем, кто никогда не пробовал, очень рекомендую и советую приготовить и попробовать. Это очень вкусно, очень полезно. Просто пальчики оближешь. Приятного всем аппетита! Надеюсь, что наш рецепт вам понравится. Всего вам доброго, друзья! Это раскладывается порционно по тарелкам гостям. И вы можете отведать самое вкусное донское блюдо. Одно из самых вкусных. Еще раз всем приятного аппетита, здоровья, бодрости, удачи и везения во всех делах. Вот у нас еще есть такой вариант. Вот. Если мы откроем крышку, то там у нас будет другая рыбка. Форель. По-донскому. Ой, по-донскому. Вот, посмотрите. Это также рыба по-донскому, только здесь уже форель. Видите? Ее можно также приготовить, как и речную рыбку. Вкусно, полезно, аппетитно. Приятного аппетита всем!